С вами Наталья Югозина. Добрый снежный вечер. За окном снежно и холодно. Дома тепло и уютно. Прекрасный предновогодний вечер. Устраивайтесь поудобнее. Можно вместе с детьми-школьниками. Сегодня у нас две темы. Школа и школьные новогодние каникулы и год культурного наследия. Первое интервью мы проведем со Светланой Куликовой, начальником управления образования администрации города Ульяновск. Светлана Куликова заметила, что, наверное, только учителя в течение года дополнительно еще отмечают два года, конечно же, учебных. В мае и июне заканчивается один учебный год. В сентябре начинается новый. Вокруг этого все и вертится. ЕГЭ, потом трудовое лето, приемка школ, августовский форум учителей. Кстати, ЕГЭ показал достойные результаты. А что касается трудового лета, то на зарплату для старшеклассников, которые работали летом, дополнительно было выделено 4 миллиона рублей. Всего фонд оплаты составил 13 миллионов рублей. Пригородные школы нарастили свой потенциал хорошим современным оборудованием. Интервью со Светланой Куликовой провел Дмитрий Емельянов. К нам, наконец, пришли настоящие технопарки. В прошлом году у нас было два технопарка. Это Кванториум на базе 43-й школы и на базе 102-го губернаторского лицея. В этом году мы открыли Кванториум в 30-й гимназии в Железнодорожном районе и открыли Айтику в 62-й школе. То есть, таким образом, мы распределяем это так, чтобы в каждом районе у детей была возможность заниматься на новейшем оборудовании в наших технопарках. На следующий год мы планируем открыть технопарки в 74-й школе Заволжский район, это на верхней террасе, и в 6-й школе в центре города. И сейчас уже идет активная подготовка, потому что там тоже идет новейшее оборудование. Когда открывали технопарк в 30-й гимназии, я общалась с педагогами, которые были приняты на работу. Что мне очень понравилось, пришли молодые девчонки из Государственного университета, из медицинского факультета. Они занимаются с детьми экологией. Экологией. Пришли хорошие ребята из политехнического университета. Они занимаются с детьми робототехникой, технической направленностью. И никогда кабинеты технопарка, рекреации технопарка не бывают пустыми. Там всегда очень много ребят, потому что интерес, конечно, у них огромный. И кроме этого, в наших 53 образовательных организациях на сегодняшний день есть высокооснащенные места. Это тоже прекрасное новое оборудование. Они обеспечены у нас и в Центре творчества высокооснащенным оборудованием, и также образовательной организацией. Используется оно в системе дополнительного образования. Но учителя такой народ, они никогда могут пройти того, что можно использовать на уроке. Поэтому и на урочной, и во внеурочной деятельности. Ребята занимаются в эколаборатории, в лаборатории по химии, по физике. Они делают самые разнообразные интересные опыты. И, конечно, всем интересно заниматься еще и моделированием. Интересно всем заниматься программированием, потому что программирование сегодня, наверное, представляет основу завтрашних будущих профессий. И об этом мы в школе детям говорим. Поэтому желающих заниматься программированием у нас уже не становится меньше. То есть образование не может стоять на месте. Оно развивается, и все делается для того, чтобы поднять качество и обеспечить хорошим образованием наших детей. В этом году в наших образовательных организациях очень и очень много нового. Первое, конечно, это то, что появились советники по воспитанию. И роль советника на сегодняшний день – это объединение всех детских молодежных движений, которые есть в школе. И не случайно то, что каждый понедельник у нас начинается исполнение гимна и поднятие флага. Потому что мы понимаем, что патриотическое воспитание, патриотизм является основой государственности. И наша задача именно с детских лет приучать детей к высказанию своей точки зрения, к уважению государственности, к уважению традиций того государства, в котором ты живешь. Это и называется патриотическое воспитание. Идеальная школа. Что это за понятие и насколько близко к нему учебное заведение нашего города? Да, идеальная школа – это, конечно, замечательный проект патриотического воспитания граждан Российской Федерации. И он включает в себя шесть направлений. Самое главное на сегодняшний день – нам нужно воспитать социально активную личность. Но из чего складывается у нас идеальная школа? То есть в каждой образовательной организации или в каждой школе у нас шесть направлений, которые должны быть обязательно. Это спортивные клубы, создание спортивных клубов. На сегодняшний день у нас во всех школах созданы спортивные клубы. Это у нас клубы патриотической направленности. Они созданы у нас практически во всех школах на сегодняшний день. У нас 126 музеев школьных, из которых 63 являются сертифицированными. И, кстати, один из старейших музеев – это музей, который находится в 31-й школе в Железнодорожном районе, посвящен героям Свери. И он занесен в почетную книгу на Поклонной горе. Это для нас, конечно, огромная честь. И мы понимаем, что этот музей у нас – вот та основа, где мы учимся. Там прекрасный руководитель музея. И поэтому дальше эта работа, конечно, продолжается. Затем у нас школьные медиа сейчас развиваются. Все дети хотят быть блогерами. Сегодня среди них это очень модная профессия. Они хотят высказывать свои мысли, они хотят иметь свою точку зрения, они хотят получить обратную реакцию от тех, кто смотрит. И поэтому у нас в школах есть и школьное телевидение очень хорошего качества. У нас есть газеты, у нас есть блогеры, которые открывают свои странички и ведут. И вот самое большое количество детей у нас конкретно вот в этом направлении. Заняты. Заняты, да. Они занимаются с интересом. Затем 100% во всех школах у нас есть волонтерские отряды. Мы понимаем, что обязательно нужно оказать помощь близкому. Добровольцы. Добровольцы. И добровольцев очень хорошо, что становится их все больше и больше. И еще очень важные два направления. Это школьный хор. Он должен быть обязательно в каждой школе. И школьный театр. Если в каждой школе есть свой театр, есть свой хор, есть свой спортивный клуб, то, наверное, как вы сказали, должен в конечном счете появиться и фестиваль, где вы являетесь сильнейшей. В 77 школах у нас на первом месте легкая атлетика. В 68 – волейбол. В 66 – баскетбол. Потом идет мини-футбол, потом футбол и так далее. Игровые виды спорта. Игровые виды спорта, то есть детям это интересно, они занимаются. Команды. Команды. Создают команды, потому что очень важно научить наших детей работать в команде и уважать не только себя, но и того, кто находится рядом с тобой, и уважать чужое мнение. Это очень важно на сегодняшний день. Поэтому у нас во время зимних канюкул будут проходить состязания. Они будут проходить 4, 5 и 6 января. Состязания по самым разнообразным видам спорта. Но они будут проходить каждый в своем районе. Если железнодорожный район, значит, чтобы детям не нужно было ехать, они будут проходить на базе какой-то школы железнодорожного района. В Новом городе точно так же мы проведем эти соревнования. Кроме этого, мы решили в этом году, если, конечно, погода позволит, и удастся залить катки так, чтобы лед сверкал и блестел, чтобы было удобно кататься по льду, мы, конечно, будем проводить и соревнования по хоккею с мячом, по хоккею с шайбой, какие-то другие еще виды спорта, которые сейчас на улице можно будет провести. Если, конечно, выпадет снег, это ходьба на лыжах. И интересно, конечно, все это будет. Поэтому мы запланировали вот такую вот интересную работу на время зимних каникул. И кроме этого, конечно, мы не могли обойти фестивали. Мы решили в этом году попробовать и на зимние каникулы провести два фестиваля. Фестивали, точно так же, как и спортивные мероприятия, будут проходить по принципу районности. И у нас хоры будут проходить фестивали 5-го числа, а театры будут проходить 3-го числа. Поэтому хочется пригласить всех родителей, чтобы они пришли в гости на фестиваль хоров, на фестиваль театров, чтобы они пришли на состязания спортивные. Потому что ведь впереди зимние каникулы, и очень хорошо, что они совпали с отдыхом родителей. Поэтому я очень надеюсь и уверена в том, что каникулы для всех наших детей пройдут, конечно, очень интересно. Ну и всех с наступающим Новым годом. Да. Всех хочется поздравить с наступающим Новым годом. Всем пожелать здоровья. И очень хочется, чтобы Новый год в каждую семью принес тепло, добро и много счастья. Вы слушали Светлану Куликову, начальника управления образования администрации города Ульяновск. Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио государственной телерадиокомпании «Волга». У микрофона Наталья Козина я продолжаю вечернюю передачу. Этот год на территории России был объявлен как год культурного наследия. Все мы с вами наслышаны о самом громком и ярком событии, которое в рамках этого тематического года прошло в Ульяновске летом. Это всероссийский сабантуй. Сотни других разных праздников, фестивалей, концертов прошли во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Интересная деталь. Планировали провести 500 мероприятий, а в итоге провели около тысячи. Жители региона с удовольствием включились в этот марафон по сохранению культурного наследия. Мы попросили Юлию Фомичеву, заместителя, начальника управления культуры города Ульяновска, рассказать только о новых проектах, которые появились в этом году. Кроме прочих любимых и традиционных. Год культурного наследия стал поводом для запуска новых проектов. Так, в ДК Руслан впервые прошел открытый городской фестиваль авторов-исполнителей песен на родном языке «Родные напевы», направленные на поддержку авторов песен на языках народов по Волжье. В нем приняли участие авторы, слов и композиторы, которые создают песни на русском, чуварском, мордовском, татарском языках, а также представители бардовской песни. В фестивале приняли участие 10 авторов-исполнителей. На первой всероссийской детской фольклориаде, которая проходила в июне в Чебоксарах и стала крупным событием года культурного наследия, Ульяновскую область представила народный коллектив фольклорный ансамбль «Жихарка». Это у нас при детской школе искусств номер 7. По итогам выступления он признан лауреатом конкурса. Также впервые был проведен всероссийский фестиваль-конкурс аккордеониста-баяниста по Волжье, который стал победителем президентского фонда культурных инициатив и собрал более 200 участников из 45 регионов странной. И участники, и ее члены жюри отмечали важность этого конкурса, главный ориентир которого — сохранение народных традиций. В культурно-досуговых учреждениях также создаются условия для работы и творческого роста коллективов, сохраняющих, пропагандирующих местное традиционное народное художественное творчество. Например, на базе Дворца культуры имени 1 мая действует народный коллектив «Детская студия декоративно-прикладного искусства. Художественная роспись по дереву». Руководителем студии является лауреат областной ведомственной премии «Браво-маэстро» Судаков Людмила Геннадьевна. На занятиях учащиеся изучают декоративно-прикладную культуру и виды росписи городецкую, хохламскую, поховскую, майданскую, семеновскую, а также татарскую, украинскую, северодвинскую, палиховскую роспись. Осваивают технику и мастерство дымковской игрушки. Людмила Геннадьевна Судакова разработана и проводится обучающие мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в рамках областного пасхального фестиваля, также в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка», «Дня Победы», да и многие другие мероприятия. Преподаватели детской школы искусств номер 2 ежегодно организовывают и проводят всероссийскую передвижную школу Пленэр «Киселевские зори», посвященную 115-летию со дня рождения заслуженного художника Виктора Васильевича Киселева. В этом году мероприятие проходило в Корсонском районе села Преслониха. В программе Пленэра мастер-класс различного направления изобразительного искусства и творчества. Участники знакомятся с жизнью и творчеством известных и малоизвестных художников, родившихся в Ульяновской области с живописными историческими местами и культурным наследием нашего края. Есть два преподавателя ДШИ номер 13 Еновьева Людмила Викторовна и Варфоломеева Тамара Александровна, которые занимаются поисковой работой по изучению и сохранению традиций и особенностей национальных костюмов многочисленных народов Симбирска в рамках проекта «Сказание о земле Симбирской» и этнофестиваля «Симбирские прекрасы», организаторами которого является ДШИ номер 13 Управление культуры осуществляет решение вопросов по сохранению национальных традиций и развитию этнокультуры через проведение театрализованных праздников и представлений народных гуляний обрядов и ритуалов в соответствии с региональным компонентом обеспечивает удовлетворение общественных потребностей в развитии и сохранении традиционной народной культуры оказывает поддержку в развитии любительского художественного творчества В течение года все учреждения культуры проводили мероприятия знакомящие ульяновцев и гостей города прежде всего детей и молодежь с традициями и творчеством русского народа и других народов России Так, в рамках года культурного наследия детские школы искусств провели более 110 мероприятий посвященных культуре истории и фольклору Самые яркие региональные конкурсы изобразительного искусства «Я и мои соседи» который проводился в рамках реализации проекта «Мультсимбирск» при поддержке президентского фонда культурных инициатив 15-я межрегиональная научно-практическая конференция основной темой которой стало сохранение развития культурных традиций в детских школах искусств в нем приняли участие педагоги городских и областных школ искусств а также представители из Феодосии и Каргополя на площадке городского парка Владимирский сад состоялся 11-й открытый городской фольклорно-этнографический фестиваль конкурс «Симбирские прекрасы» организаторами конкурса являются детские школы искусств номер 12 и 13 второй открытый городской музыкально-литературный панорама фестиваль России памятью жива прошел на территории организаторов фестиваля детской школы искусств номер 6 третье направление деятельности учреждения культуры в год культурного наследия это издательство в рамках нее в 22-м году сотрудниками централизованной библиотечной системы была подготовлена рабочая тетрадь «Симбирский сабантуй» из серии «Смотрю и вижу» рабочая тетрадь изданная тиражом 2000 экземпляров посвящена 300-летию первой печатной татарской книге рабочая тетрадь «Симбирский сабантуй» это уже 12-я по счету из серии на культуре быту традициям и обычаям татарского народа рабочая тетрадь была презентована в Ульяновске во время проведения всероссийского сабантуя в июне 22-го года в тетради приведены задания и вопросы для самостоятельного и интерактивного обучения а также список рекомендуемой литературы год культурного наследия завершается но мероприятия и традиции заложенные в текущем году будут продолжены в плановой деятельности всех подведомственных учреждений культуры дополнительного образования и архивного дела Юлия Фомичева заместитель начальника управления культуры города Ульяновск подвела итоги года культурного наследия она отметила три важных направления методическое культурно-досуговое и издательское год закончился но традиции по сохранению культурного наследия будут продолжаться теперь к разговору о сохранении культурного наследия я приглашаю Марию Большакову Людмилу Лишенко и Александра Дашко Мария Большакова председатель общественной палаты города Ульяновск Людмила Лишенко руководит здесь комиссией по культуре духовно-нравственному воспитанию и гармонизации межнациональных отношений Александр Дашко молодежный министр искусства им есть что рассказать про год культурного наследия на территории Ульяновска президентом Владимиром Путиным 22-й год был объявлен годом культурного наследия народов России решение было принято в целях популяризации народного искусства сохранения культурных традиций памятников истории и культуры в течение года увидели на территории нашего города ярких интересных событий направленных на популяризацию народного искусства и эндрокультурного многообразия и какой интерес к народному творчеству проявили наши ульяновцы самое непосредственное участие в насыщении программы мероприятия года культурного наследия народов России приняли библиотеки дома культуры детские школы искусства города Ульянска а также творческие коллективы солисты авторы выезжали в другие города для участия во всероссийских мероприятиях а на первой всероссийской детской фольк-глориаде которая проходила в июне в Чебоксарах стала крупным событием года культурного наследия наш регион представил народный коллектив фольклорный ансамбль Жихарка детской школы искусства номер 7 который по итогам выступлений был признан лауреатом конкурса много проектов было реализовано национально-культурной автономии и некоммерческие организации которые привлекли на проведение мероприятий не только средства из городского региональных бюджетов но и выигрывали в конкурсы грантов на федеральном уровне так проект дирекции социальных инноваций в сфере креативных индустрий фонда Ульяновской культурной традиции по созданию атласа ремесленников получил финансовую поддержку фонда президентских грантов чуть более 2 миллионов рублей на год по итогам в Ульяновске прошли две крупные областные ремесленные ярварки Ульяновский областной краеведческий музей вошел в ассоциацию энтографических музеев России которая была создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Знаковым событием мы считаем этого года стало принятие закона о нематериальном энтнокультурном достоянии Российской Федерации Этот закон позволит создать федеральный реестр и защитить хранители и традиции а также определит полномочия и регулирования в этой сфере Кроме того на федеральном уровне планируется ежегодно начиная с 2023 года по 100 миллионов рублей будет выделяться на поддержку творческим проектам в сфере народной культуры очень надеемся что и наши ульяновские проекты также получат эту поддержку от имени общественной палаты хочу поблагодарить всех организаторов и участников событий года культурного наследия активистов и ценителей культурного наследия нашего народа хочется пожелать не останавливаться на достигнутом и пусть каждый следующий год будет полон событиями отражающим уникальное разнообразие культурных традиций обычаев народов России и многоцонального нашего города Ульянска пусть будет больше новых проектов ярких событий и пусть о нашем городе знают далеко за его пределами а в преддверии нового года хочу всех ульянцев поздравить с новым годом а вот молодежи наверное это и сложно и у меня такое ощущение что они более равнодушны к этим культурным традициям вот они в большей степени как раз люди эпохи цифровизации где все нивелировано такое ровненькое без каких-то вот этих приятных эмоциональных всплесков было ли вам сложно как молодежному министру вот в год культурного наследия общаться с молодежью культурные наследия играют большую роль для людей совершенно разных поколений и наверное в наше время особенную роль она играет для молодежи потому что молодежи с самого раннего возраста важно знать свои традиции свои корни тот большой богатейший культурный и духовный фундамент который веками создавался нашими предками и хочется отметить что молодежь наши молодые деятели культуры и искусства в этот год очень хорошо проявили себя людьми неравнодушными к культурному наследию народов России проявили себя не только на региональном но и на федеральном уровне сейчас молодежная политика в России уделяет большое внимание сохранению культурного наследия и воспитанию любви к нашим традициям среди молодежи есть большой всероссийский форум молодых деятелей культуры и искусства Таврида он проходит ежегодно в Крыму и в этом году первая смена этого форума первый образовательный заезд был посвящен именно году культурного наследия народов России назывался он Кириллица наша ульяновская молодежь приняла самое активное участие в этом форуме молодые педагоги детских школ искусств в частности седьмой школы молодые художники хореографы всего семь человек которые принимали участие в делегации от ульяновской области очень плодотворно привели время и очень хорошо представили наш регион потому что например вот Людмила Игнатова заместитель директора Крывеческого музея и Ольга Лялина студентка колледжа культуры искусства они принимали участие в таком интересном проекте в рамках Тавриды как мастерская волонтера культуры то есть за неделю они посетили разные города Крыма общались с местными жителями собирали интересные легенды обычаи народов Крыма интересные истории которые потом легли в основу большого спектакля который назывался Кириллица в котором уже играли в составе сводного народного оркестра со всей стороны наши музыканты Дарья Спиридонова и Ольга Урванцева и в постановке также участвовал прекрасный хореограф из коллектива Мозаика Анастасия Рудак все это было так вот гармонично и настолько они прониклись вот этой атмосферой да атмосферой народной культуры атмосферой народного творчества что потом еще некоторое время после приезда мы долго с ними это обсуждали а они сказали что это мероприятие могло им по-новому взглянуть на культурное наследие понять что это очень интересно что это такое богатейшее поле для творчества для изучения и для гордости за нашу страну за нашу историю за наш народ Саша а музей Балалайки тоже ведь они там представляли да свое творчество у нас очень интересно уникальный музей Балалайки мы сами с удовольствием недавно на круглом столе в общественной палате посмотрели презентацию послушали вот основатель этого музея единственного в стране музея Балалайки да, да мы очень гордимся музеем Балалайки все время с ними сотрудничаем и на форуме Таврида они также были представлены проводили мастер-класс по росписи Балалайк народными узорами народной росписью разными разновидностями и у них как раз именно в этом году этот проект активно реализовывался а у них сплошные там дети разных возрастов приходят занимаются с интересом им очень нравится надо видеть их лица одухотворенные сами делают свои инструменты сами на них играют это же вообще чудо какое-то поэтому есть люди которые действительно с детьми работают и вот им все эти традиции передают еще одно важное событие в ноябре прошел большой фестиваль аккордеонисты и баянисты по Волжи на базе седьмой детской школы искусств а инициатором этого фестиваля который кстати имеет богатейшую историю с 60-х годов он более 30 лет проходил в Ульяновске собирал лучших баянистов со всего Советского Союза потом к сожалению в 90-е годы это было упущено и вот Адария Спиридоновова прекрасный кардионист преподаватель седьмой детской школы искусств со своим энтузиазмом и стремлением возродить этот фестиваль выиграла грант вместе с седьмой школой искусств на проведение этого фестиваля и в ноябре фестиваль прошел имел обширнейшую географию то есть приехали люди не только из Поволжья да люди приехали даже из Ханты-Мансийска из Урала с других точек нашей необъятной родины и это была молодежь это те люди которые осваивают игру на баяне на аккордеоне были даже люди которые играли на гармонии молодые это удивительно это говорит о том что это востребовано что это интересно и что это не может оставить никого равнодушным тут даже наверное дело не только в инструменте баяна аккордеона а главное какую музыку играли много ли звучало народной музыки да народной музыки звучало очень много послушал конкурсную программу и действительно играли всем известные народные мелодии и всем известные народные песни. Это было очень приятно, потому что когда ты видишь, что молодой человек лет 18 играет народную песню, например, там «Очи черные», «Тонкую рябину», например, или что-то еще. Но на балалайке, на гармошке очень трудно классику играть. Все равно, согласитесь, это больше народная музыка. Она для этого и создана. То есть для каждого инструмента своя мелодия. Именно интересно было послушать это в восприятии, в интерпретации молодых музыкантов. Как они вкладывают в эту душу, и какое понимание они вкладывают в это. Что для них значит эта музыка. И это было сделано все с искренней любовью к нашему культурному наследию. То есть с молодежью несложно говорить при условии, что если ты будешь с ними об этом говорить, то все будет по-другому. Безусловно, нужно говорить. Нужно говорить об этом чаще. Я считаю, что год культурного наследия во многом стал хорошим трамплином для новых идей, для новых проектов, которые будут реализованы дальше. Год культурного наследия заканчивается. Заканчивается календарно, но не заканчивается, я думаю, в душе у нас, у всех. И будет продолжено, и будут реализованы те идеи, которые в этом году пришли в голову. Например, молодые сотрудники Крывеческого музея осенью выиграли грант от Росмолодежи на благоустройство парка в селе Языково. В июне большое количество волонтеров культуры приедет в Языково для того, чтобы как-то облагородить усадьбу, парк, провести там интересные мероприятия, привлечь внимание к этому объекту, который такой знаковый и значимый для нашей области. Ну, на следующий год, год педагога и наставника, и, конечно же, наставники-то у нас ведь не только на производстве, но и в культуре. И они тоже будут передавать, опять-таки, все свои знания, весь свой опыт. Поэтому все годы, которые объявляются, они один за другим. И все продолжают друг друга. И поэтому у нас ничего не теряется, вот как мне кажется, за последние годы. А все только, вот наоборот, приумножается. Что такое культурное наследие? Родной язык, народные песни, мы говорили, которые исполняются на баяне, аккордеоне, на балалайке. Так как культурное наследие – очень многоплановое понятие, я не могу сказать, что это только народная традиция, балалайка, гармонь, народные песни, культурное наследие. А разве это не наука? А памятники истории? А разве это памятники истории? Да и религия – это культурное наследие. Все, что, в общем-то, входит в понятие культура, а это очень многоплановое понятие, это все наследие. И в каждой отрасли есть свои наставники. Люди, которые как раз и являются хранителями этого наследия. Наследие языка и все. Конечно. То есть этот процесс все будет продолжаться, я так думаю. Хочу добавить, наставничество в сфере культуры особенно важно, потому что передача опыта, передача традиций, которые формировались годами. У нас в регионе очень много коллективов, которые уже долгие годы формируют свои традиции. Это очень важно. И наставник в сфере культуры должен делиться не только своим техническим опытом, не только своим художественным мастерством, но и прививать подрастающему поколению вот эту искреннюю любовь к культуре и искусству. И работая с детьми постоянно, я очень хорошо вижу, если рассказываешь интересно, если рассказываешь с душой. Детей же вообще невозможно обмануть. Они сразу видят абсолютно, вот прям вычисляют нас с первого взгляда. Мы искренне это говорим, мы это любим, нам это нравится. Или мы так вот просто что-то делаем для галочки. Поэтому такие наставники, они нужны, они будут востребованы всегда. И неважно, в культуре, на производстве, я еще раз повторяю, везде и всюду. Это настоящие наставники. Как вы считаете, что мы должны сохранить и возродить, когда говорим про культурное наследие? Ну, во-первых, мы должны сохранить свой язык. Язык русский, национальный, ордовский, татарский, если это касается нашего города. Но у нас в мегациональности, конечно, очень много проживаешь в городе. Это первое, что мы должны сохранить. Традиции, которые есть у этих народов, это самое главное. И, кстати, эти традиции в каждой семье, они и празднуют их, отмечают их по-своему, приглашают тех людей, которые живут по соседству, не только родственников, но и по соседству. И детей даже приглашают своих одноклассников на такие праздничные дни. И передают тем самым тоже свои традиции. Это очень важно. А чего стоят национальные блюда? Это же чудо, когда приезжаешь в национальные деревни. Например, я была в Кивате, это Мордовская деревня, где знаменитый фестиваль проходит. И я просто спрашивала, а что вы готовите? Особенно летом, какие-то национальные блюда. У русских квас, а у вас что? И они начинали рассказывать. Это было всегда и будет всегда. И национальные блюда, и действительно, вот эти национальные обычаи, семейные обычаи. Вот не надо думать, что вот да, год, и вот только мы обо всем узнали. Этот год, он стал как бы возможностью просто объединить, проанализировать, посмотреть. У нас в стране это всё-таки всегда было. И мы всегда это сохраняли. И слава богу, что у нас это всегда сохранялось. Ну, не откажемся мы от русского борща. И не откажемся мы от татарских пермячей. Правильно? И не откажемся мы от узбекского плова. Ну, так у нас построено, что мы действительно всё любим. И от шашлыка никогда не откажемся. Я бы добавила сюда культуру наследия. Но это же и патриотизм к своей родине, к своему селу, городу. В целом, патриотизм сегодня, как никогда, для молодёжи очень важно. И это должно идти от истоков нашей семьи, прежде всего. А потом уже помогает школа, наше высшее учебное заведение и в целом общество. Без патриотизма сейчас, я считаю, нам этому вопросу надо как можно больше уделять внимания. А патриотизм с детства, он как раз основывается на традициях. На традициях. Вот слово патриотизм, от слова падре, отец произошло. Видят они, отец действительно прекрасно соблюдает обычаи народные. Видят, что мама там готовит национальные блюда. И отсюда эта любовь ко всему. Он пронесёт это через всю жизнь. Ну, вот вы знаете, я считаю, что всё равно про некоторые традиции может быть стоит напоминать и рассказывать молодёжи. Например, когда я был маленький, была такая традиция в семье, на праздник 40-40, 22 марта всегда печь 40 жаворонков. Таких предвестников весны. Сейчас я вот общаюсь с молодёжью, со студентами, спрашиваю, а есть ли у вас такое? Они говорят, нет. Ну, как это интересно, как это здорово, какая красивая традиция. Мы бы вот, если бы знали, мы бы тоже, наверное, так делали. Я думаю, что много ещё таких традиций, которых просто стоит напомнить, заинтересовать, и они будут возрождаться. А вот посмотрим, как на Рождество. Будут ли колядки петь? Потому что то поют, то не поют. Вот иногда прям заходят лично ко мне домой, приходили с колядками. Стук в дверь и поют. Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю с наступающим Новым годом. Год культурного наследия заканчивается календарно, но не заканчивается в наших сердцах. Желаю вам безграничной любви, тепла, энергии. Всегда храните и берегите традиции. И пусть в Новом году вам улыбнётся удача. Мне бы хотелось особо отметить тех, кто занимается общественной работой. Вот эта работа, она по зову сердца. Она неоплачиваемая абсолютно. Она приносит просто большое такое удовлетворение от того, что ты делаешь что-то вместе с другими. Я желаю именно тем, кто занимается общественной работой, кто её любит, здоровья, сил больших. И, на мой взгляд, нужно как можно больше в свой круг на будущий год привлекать для общественной работы. Это действительно важно. Потому что, как только человек в своё время что-то сделал не для себя, а для другого, он, по сути, и стал человеком. Потому что, когда мы делаем для других, мы получаем гораздо больше. Потому что радость отдающего больше радости принимающего. И я желаю, чтобы в следующем году такой радости у людей было как можно больше. Мои вечерние собеседники. Это Мария Большакова, председатель общественной палаты города Ульяновска Людмила Лишенко, председатель комиссии по культуре, духовно-нравственному воспитанию и гармонизации межнациональных отношений. И Александр Дашко, молодёжный министр искусства. Мы подвели итоги года культурного наследия на территории Ульяновска и Ульяновской области. Ну и для хорошего, уютного вечернего настроения в конце передачи новогодние песни. Вечернюю программу для вас подготовила Наталья Юкозина. Спасибо за внимание. Мне однажды летом приснился Новый Год, по зелёным травам снегурочка плывёт. А ко мне с букетом и с ромашек заявился Дедушка Мороз. И какой он мне ларец волшебный преподнёс. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём. А весёлые зверюшки в море перевернули в дом. Завели весёлый хоровод, да чего смешно весь мой народ. И не верили, что всё пройдёт сказочным слов. Всё уносит время, исчез нежданный сон. Но порою снова ко мне приходит он. Ни однажды средь вещей забыты, я случайно поняла, ларец. Значит, сказки новогодний летний не королец. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём. А весёлые зверюшки в море перевернули в дом. Завели весёлый хоровод, да чего смешной весь мой народ. И не верили, что всё пройдёт сказочным слов. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нём. А весёлые зверюшки в море перевернули в дом. Завели весёлый хоровод, да чего смешной весь мой народ. И не верили, что всё пройдёт сказочным слов. Новогодние игрушки, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok